Новый мучитель, ну что же вы мучитель, Снезинки не знаю, плеснули в глазах. Вы мир нам открыли, и где мы не жили, А школа всегда будет в наших сердцах. Кузнецкие школьники не только хорошо поют, но и, что гораздо важнее, побеждают на региональных и всероссийских олимпиадах, показывая достойные, выше среднеобластных, баллы на ЕГЭ. Поступают в престижные вузы страны. Именно о достижениях шла речь на педагогической конференции, тему которой обозначили как «Кузнецкая школа» – качество, доступность, результат. За минувший год заметно сократилась очередь до школьной образовательной учреждения. Два детских сада открываются уже в ближайшие дни, а третий должен принять воспитанников до конца года. Нам осталось на следующий год ещё ударно поработать и построить один новый детский сад, для того, чтобы закрыть проблему нехватки мест. И после этого накинемся на школу. Будем искать варианты, средства для того, чтобы начинать капитально ремонтировать хотя бы по одной школе в год. Кроме школы детсадов, на средства городского бюджета содержатся и учреждения дополнительного образования. В этой сфере ожидаются перемены, связанные в частности с переездом в здание бывшего сельхозтехникума Центра детского и юношеского творчества. Говорили на конференции и о качестве образования. Нельзя ходить на уроки по старинке и пользоваться старым багажом. Нельзя рассказывать про то, как было раньше и как надо было раньше. Нужно быть как минимум в ногу с теми знаниями, которые сегодня, как из рога изобилия, сыпятся из различных источников. Все науки, особенно технические, особенно связанные с биологическим направлением, они развиваются очень быстро. И эти знания, хотя бы интерес к этим знаниям, нужно дать детям, для того, чтобы они шли дальше за высшим образованием. Основной приоритет, я считаю, должен быть такой. Дети должны выходить из стен школы во взрослую жизнь, имея твёрдый, нравственный и идеологический стержень. Без этого никакие знания, никакие интересы, они не имеют никакой ценности. На августовском педагогическом форуме отмечалось, что на качество образования влияет прежде всего личность учителя. Лучших педагогов Кузнецка отметили благодарственными письмами и грамотами Министерства образования Российской Федерации и Городской Администрации в собрании представителей Кузнецка Законодательного собрания Пензенской области. Я влюблена в своё дело. Поэтому я начинаю с лёгкостью, я начинаю с удовлетворением. Перед своим коллективом у нас одна единственная задача – повысить качество знаний учащихся. И самая главная наша задача – научить детей учиться. С решением этой задачи будут решены многие учебные проблемы наших детей.